В своем докладе я постараюсь выразить успешность в терминах безопасности. И более того, получить или показать математическую модель, чтобы можно было количественно измерить успешность и безопасность. Причем модель должна быть простой, потому что некрасивый самолет не летает, коли меня записали в МАИ, который авиационный институт. И более того, он должен быть верифицируемый, то есть использоваться проверяемо, желательно тут же и проверить. Какие здесь проблемы при моделировании? Ну вот, одна из множественных проблем, показан результат переписи населения на Украине. Русским языком считали родным чуть меньше 30%. Прошло 8 лет, казалось бы, степень владения русским языком должна еще понизиться, хотя на самом деле оказалось, что в 2008 году, за какое-то количество лет независимости, русским языком русский язык родный для 83% населения. Здесь все дело в том, что, как проводить опрос, здесь американцы спросили, на каком языке удобнее заполнять анкету. Оказалось, что с этой точки зрения родной на Украине язык это русский. И с такими проблемами приходится сталкиваться постоянно. Есть точка зрения, что успешность и жизненность может выражена тремя главными факторами. География, демография, технологии. Это подход нашего российского историка и ФИДО. Это же подход и мысль, она проходит в исследовании зарубежных ученых. Три фактора, которые мы постараемся учесть. География, демография, технологии. Технологии не только технический аспект, но и имеется в виду социальные технологии, то есть максимально широкие. Вот роль демографического фактора здесь видно на верхней таблице. Мы когда читаем в Википедии и прочие источники, например, причина промышленной революции, почему именно она случилась в Англии, там можно найти определение, что это института собственности, что-то еще, то есть длинный перечень. А главный фактор-то это следствие, скорее всего. А главный фактор движущий, это вот риск и рост численности населения. Вот он, скорее всего, стал источником. Ниже показана динамик смены лидеров. Ну, лидероват условно, это, скажем, которые там в Западной Европе часть, поскольку Австро-Венгерская империя числала тысячи лет, и она была в многие периоды гораздо успешнее в некоторых странах. Эта смена, она коррелирует с ростом населения. И вот предыдущие докладчики уже повторяли, тоже еще одна картинка, что вот как происходит по прогнозам английских экономистов, а как изменится ВВП в 2050 году. Здесь по России ошибка допущена, причем это сами же экономисты признали. Они считали, что численность населения будет добывать, хотя на самом деле они пересмотрели, и будет возрастать, то есть Россия, скорее всего, будет выше. И что в основе модели может быть? Это, собственно говоря, акциологический подход, такое фундаментальное понятие, что ценности двойственны. Мы не можем сказать, что такое добро, если не знаем, что есть зло. И одна ценность без своей противоположенности не существует, так же, как человек тогда, это природа человека. И с точки зрения ценностей, мы безопасность можем определить как сочетание двух ценностей, развития и сохранения. Должно быть и то, и другое. Ну а когда и то, и другое, то есть дуализм ценностей, его можно выразить произведением. Произведением функции суверенности, или развития, и функции сохранения. А что мы имеем, какие модели в области развития? Самая близкая, это модели геополитики. Вот одна из моделей представлена здесь. Здесь учительные факторы демографии, технологии, экономика. Ну и тут же военный фактор. Ну, военный принцип, он здесь избыточен, поскольку он определяется населением и технологиями. А для решения военных задачей эта модель явно недостаточна, там надо как-то его подробнее расширять. Какой недостаток эта модель? Вот опять-таки здесь нет дуализма ценностей. То есть исходя из этой модели, нужно как можно больше населения включать, как можно присоединять больше территории. И конечная цель создания единого мирового правительства. Ну, обоснование этой цели следует из этой формулы. Ну, вот просто хотя бы потому, что учитывается только одна ценность. А дуальная ценность исключена. Ну, тем не менее, ее мы можем использовать. Но не как конечная модель. Мы начнем с базового суверенитета. Это аналог, вот часть вот модели, геополитической модели, это аналог производственной функции, в экономике известная. Это отношение здесь численности населения в конкретной стране к численности населения крупнейшей. И, соответственно, территорию конкретной страны разделить на территорию крупнейшей. Соответственно, функции, степень, параметр эластичности демографического фактора. Он из предыдущих моделей, взят как 0,67. То есть, собственно говоря, вот как бы результат исторического развития народа, что он добился, а это отрежено его численностью и его размерами территории. Здесь вы видите результаты расчетов по очень простой модели. Базовый суверенитет. Вот первые 9 государств, у которых максимальный базовый суверенитет. Россия здесь на четвертом месте. Теперь, чтобы учесть фактор технологии, мы добавим еще один самочетель. Сейчас развит в ООН индекс технологического развития, индекс инноваций, он с 2007 года рассчитывается, доступен на сайте ООН. Мы какое-то вот число, единичка плюс вот этот вот индекс, и возводим в степень хи, ну, которую надо оценить. То есть, у нас, как бы, мы должны перевести потенциал в действие, то есть, тем самым, чтобы вычислить суверенность. Вот глобальный индекс инноваций, вот представлена выдержка, это эксперты, там очень множество показателей, то есть, здесь, ну, наверняка в произволах нам уже рассказали, что такое рейтинги, мы это представляем, то есть, вот пользоваться им надо с осторожностью и аккуратностью. Он, здесь заложен догмой, то есть, вот как человек, ему свойственно догматическое мышление, каждое свое представление о мире, всегда это выкладывает на, как эксперт. Ленин говорил, что государственный институт проверяет с войной, это единственный надежный способ проверки. Вот если мы посмотрим Первую мировую войну, Великобритания, ее население составляло с колониями 4,626 миллионов человек, территория была больше, территория Российской империи. Однако, а как это все участвовало в реальных делах империи? То есть, на самом деле, вот 10% населения, митрополия, они несли основные потери в Первой мировой войне. Потери колоний были незначительны, то есть, вот доля потерь в колониях в 28 раз меньше, чем доля потери в митрополии. То есть, колонии не участвовали в жизни империи, в решении имперских дел. А мы индекс инноваций не будем привлекать экспертов, возьмем два фактора, это доля городского населения и ВВП. И, пользуясь простой методикой, результаты потерь, мы можем оценить фактор, применительный к Британской империи, степень технологического фактора. Оно будет равно для Британской империи в Первой мировой войне, равно двум, степень равна двум. То же самое, если мы оценим для Франции, мы получим степень 2,55. Ну, вот, в частности, если мы посмотрим последнюю войну США в Ираке, 2003-2010 год, там тоже самое империя. Вроде бы, США, она как бы самая могущественная страна, а в реальные дела она не может никого вовлечь. То есть, вот, доля гибли, там в основном американцы, а союзники, они очень незначительные с точки зрения потерь. Для США мы получим 2,28, ну, и примем для последующих расчетов в степень 2,3. То есть, что тогда мы имеем? Технологический фактор, он может увеличить базовый суверенитет максимум в 4 раза. Ну, то есть, у нас там единичка плюс индекс, это максимум число, где-то там 1,8, ну, и возведем в степень 2,3, ну, вот, где-то не более, чем 4 раза мы можем увеличить, как бы, эффективную территорию, там, или возможности. Ну, это максимально достижимое. Теперь вторую часть, это мы рассмотрели развитие. Оно понятно, как его достаточно просто оценивать. Теперь посмотрим функцию сохранения. Здесь представлено распределение Парета, оно больше всего используется гуманитариями, вот, они ее очень любят, то есть, вот, там принцип 20 на 80 Парета, принцип Парета, что 80% усилий, они напрасны, результат дают только 20, ну, там, где-то 70, где-то 30, где-то 90, 10. Вторая особенность у распределения тяжелых хвостов, нельзя редкие события выбросить, то есть, вот, у нас ежедневно десятки убийств происходят в нашей стране, а одно из них, Бирюлева, да, привело вот к такому вспышке, что об этом все общество говорило и будет еще говорить. Мы определяем функцию сохранения, как дробь, числитель, это, если приметелено в стране, доля государства образующей, нации или национальности, знаменатель общечисленной страны, а в степени, в степени, там произведение двух параметров, параметры разнородности, как бы, отталкивания и параметры протяжения. Ну, на первый взгляд, кажется, это трудно, но на самом деле это легко считается. Вот параметры разнородности, насколько нации отдалены друг от друга, или этносы. Ну, что такое этнос, об этом ученые спорят лет 150, но есть практика государственного управления и государственная статистика, где в течение уже последних 150 лет это как-то опрашивается, учитывается, используется в управлении, то есть это Бирюлевское видание, это национальность, там и так далее. Да, здесь вот представлены для Великой Отечества войны данные проценты потерь по национальностям и численность населения в 1939 году. Но для некоторых национальностей данные не точно, потому что перепись проводилась в начале 1939 года, в состоянии на 17 января, а присоединение там с Западной Украины там произошло попозже, так же, как и при Балтике. И параметр разнородности, вот у нас известна численность, самый высокий процент потерь среди русских. Чтобы определить, мы принимаем этот процент за единицу, а для других национальностей мы делим процент потерь русских на их процент потерь и получаем как бы вот параметр разнородности или удаление национальности от русских, конкретной национальности от русских. А здесь вот часть данных представлена, на слайд не умещается. То есть вот параметр как бы разнородности, он достаточно легко считается. Теперь что касается параметра притяжения, который характеризует русских как нацию. Ну вот я в качестве примера здесь взял четыре набора из четырех показателей. Мы брали другие показатели, которые характеризуют уровень социально-экономического развития в регионе. Мы их приводим к безразмерному виду от нуля до единицы. Вот таким образом деля на максимальные значения, берем с одинаковыми весами. Для региона России безопасность определяется как уровень социально-экономического развития на функцию сохранения. Умножаем на функцию сохранения. И мы определим параметры притяжения, которые характеризуют русских как способность создавать и поддерживать крупные государства. Мы определим здесь с помощью метода наименьших квадратов через миграцию. То есть вот мы можем писать 100 моделей и написать, но каждый человек в нашей стране, он оценивает безопасность и выбирает, мигрирует, если считает, что это низкое. И тем самым мы методом наименьших квадратов вычислили этот параметр, он равен где-то 0,1-0,2. Вот верификация модели. На примере Первой мировой войны рассчитана безопасность стран, которые приняли основную часть в Первой мировой войне. Вот в верхней таблице мы видим самое низкое, это у Астровенгрии, самое высокое у Российской империи, самый высокий уровень безопасности. И результаты, результаты через данные в 40-м и 50-м году, и мы видим прямую корреляцию с результатами расчетов. То есть Русь селинялась за три дня, но через полгода она также за три дня появилась, вернулась на место и стала еще более населенной, более успешной. К 40-му или 50-му году Русь стала более успешной, чем она была в 2014 году, а Астровенгерская империя, она распалась. И вот, видимо, показатель функции сохранения значения 0,5, это говорит о том, что страна может распасться. Ну, она набрала там много народа, то есть доля коренного населения немцев в Астровенгрии упала очень существенно, это видно. Дальше мы можем сделать прогноз по Евросоюзу, вот здесь перечислены исходные данные, которые я взял. Скорее всего, размер сейчас избыточен, его нужно, он скорее всего, сократится. Ну, там можно посчитать вот по Е7 и Ж7, то есть вот модель, она простая, и уже можно будет сочетать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.